достойных людей по достоинству могут оценить только достойные люди например чтобы оценить врача хороший он врач или плохой он врач это удается сделать только врачу хорошему мы например простые люди мы не можем сказать врач хороший или нехороший мы можем просто поверить тому что так распространено про него говорят спортсмена тоже может оценить только спортсмен хороший и вот так в каждом направлении алиму наше время город сильно алим говорят чтобы алиму дата оценку человек сам тоже алимом должен быть вот человек на самом деле очень такой хороший такой большой глубокий алим перед все ушли аллахом амал тоже делает он разговаривать красиво не умеет он просто разговаривать ним это же не значит что он алим плохой как алиман хороший просто ораторскую искусство не бывает и вот рамадан али вот и рахима влах человек который наше время такой один из самых таких больших ученых который был столетия целого он говорит я глубоко изучал всех последователей пророка саллах али вассалям начинает с подвижнику и дальше и я говорит когда изучил я предстал перед одним человеком перед одним образом который был больше всех похоже на пророка саллах али вассалям и на других пророков со всех сторон иман ислам и сам со всех сторон это говорит человек который звали абдуллах ибн аль-мубарак радийиллаху он ученик имама абу ханифа рахима Аллах он был очень богатым человеком можно сказать самым богатым человеком своего времени у него в каждом городе были свои представители то есть со всех сторон в плане храбрости плане умал плане ульму плане шедрости со всех сторон более похожего человека на пророка саллах али вассалям я говорю такого человека не видел будь и рахимала так сказал когда у абдуллах ибн аль-мубарака фулдаль ибн айяду спросил ты говорит все время людей призываешь к тому чтобы люди оставляли дунял сам говорит так говорит работаешь так бизнесом занимаешься у тебя столько дунял а как будто бы ты самый такой влюбленный в дунял человек как говорит тебя понять тогда абдуллах ибн аль-мубарак говорит этим имуществом я сохраняю свою честь и свою религию он сказал почему потому что пророк сказал саллаху али вассалям лейсат из-загадату фи идаатил мали валякин аз-загадату фи антакуна аута габима фиадиллахи мима фиадик настоящим аскетизмом оставлением дуняла не является отказ от имущества однако аскетизм отказа от мирского это чтобы ты верил всевышнему аллаху доверял аллаху больше чем тому что аллах к тебе дал вот то что у нас есть на руках чем этому чтобы мы больше доверяли и верили всевышнему аллаху вот что такое аскетизм это и есть качество верующего человека одном из битв в одном из газоватов абдуллах ибн аль-мубарак когда он находился там представьте себе столько денег он как этому он долго шел так у которого много дунял и может тяжело будет один миг пойти на газоват умирать и от этого всего отказаться но он самых передовых рядах он был и даже когда был поединок вот бывает например от двух сторон армии выходит по одному человеку на поединок вот в одном из газоватов абдуллах ибн аль-мубарак он вышел на поединок и семь человек по очереди он убрал он посломал дух вражеской силы вот вот и говорит рахима аллах если бы абдуллах ибн аль-мубарак он любил бы дунел он бы говорит не выходил бы первым на поединок он же целью является как дичью является чтобы именно его убрать потом чтобы дух сломать но он был вот таким вот человеком был и вот признаком вот я вот например про него для чего рассказываю не для того чтобы сейчас мы вот в один день на него похожими стали чтобы мы просто понимали вот свой уровень насколько мы слабы насколько у нас нету права думать вообще что кто-то на этой земле лучше чем мы будь то наши жены будь то наши дети соседи так далее мы вообще далеки от принципов настоящего раба всевышнего аллаха вот аллах уране говорит бисмиллаху рахману рахиму вы на аллаха упавайте вы на него надеетесь вы на него таваккал делаете говорит если вы являетесь верующими людьми если человек мунафиг там проблем нет никаких он пусть надеется на свое имущество на свое положение на доллар который подскакивает и наоборот а если человек на самом деле он верующий пусть он говорит на аллаху таваккал делает когда ухатам аль асаму радия аллаху рану один человек спросил ты вообще как питаешься откуда ты кушаешь все время поклоняешься он ответил аятом из курана где аллах говорит бисмиллаху рахману рахим аллаху говорит принадлежат сокровища небес и земель но однако лицемер отвечу не понимает вообще как это понятно аллаху принадлежат лицемер будет думать что это все принадлежит там америке там и так далее что от них зависит вообще наше положение с голодом умрем или же мы будем богато жить будем нервничать будем жаловаться несмотря на то что мы говорим языком что у нас есть господь и всевышний аллах который ризы к нам дает все равно внутри мы будем нервничать если у нас есть признаки лицемерок я когда маленьким был вот один человек рассказывает я говорю кассиром работал на тот момент доллар стоил 78 копеек я помню когда доллар стоил 6 рублей потом он стоил 20 с чем-то рублей потом 30 потом 50 60 70 потом я смотрю вот когда доллар стоил 6 рублей у нас нормально дома кушать не было одевать не было чем доллар он дорожал тем у меня обстановка лучше становилось в городе пробки почти у каждого второго машины есть то время машины что ли нас бывали на автобусах это как-нибудь так без кондиционера без ничего как-нибудь доехать и бы такое было положение вот такие явные вещи когда всевышнего показывает нам зачем вообще нервничать но мы будем нервничать если если мы не будем похожими на верующих людей вот эти вот моменты эта волна через эту волну мы можем просто понять определить какому вообще положение перед всевышним аллахом наши и бадаты нам пользу приносит или не приносит 20 лет 30 лет как аллах нам возможно сдал спокойно ходить на уроки уроки брать алхама тахьяту мы же даже нормально читать не научились алхама тахьяту это же вообще за два часа делается этот момент правильно алхама тахьяту научиться читать если этого даже мы перед всевышним аллахом не хотим делать перед всевышним который нас создал нам дал религию ислам нас каждым глотком воздуха кормить нам аллах столько всего дал мы к нему не относимся так хорошо к аллаху как мы требуем чтобы к нам относились те которые даже нас не создавали которых мы не создавали которым мы ничего не дали вот мы ничего не аллах мы людей не создавали мы их религии исламом не наделили мы каждым глотком воздуха не кормим мы ничего не сделали по еде окружающего мира там будь то жена там и так далее кто бы там ни был мы хотим чтобы они к нам относились лучше чем мы относимся ко всевышним аллах который нам все это сделал так же не бывает настолько насколько мы быстрые насколько мы спешим ответить на призыв всевышнего аллаха на его закон на его شريعات настолько аллах быстр в том чтобы ответить днем наши дуа это процентным соотношением воет вот человек если хочет например чтобы его дела оттягивались чтобы его проблемы не решались ему можно просто на мазать тянуть все это хорошо долго чтобы его дело решались если человек хочет вообще чтобы его дела не решились просто пусте мама не делать и все и его проблема решится, что его проблема не будет решена. Кто хочет, чтобы его дела вовремя решались, он вовремя должен намаз совершать. Кто хочет, чтобы его дела качественно решались, он должен хилдуре, у Всевышнего Аллахи Думы, вот так он должен намаз совершать. Вот насколько, настолько. И вот когда у Абу-Язида бастами у Иисуса Сирова один человек спросил, один человек, он имамом работал, писатель Алим впереди намаз совершал, Абу-Язид бастами за ним намаз совершал. Как только он салам дал, вышел из намаза, назад повернулся и он говорит, Абу-Язид, ты вообще откуда питаешься? Все время поклонением занят, боишь? Он говорит, подожди, я сейчас намаз снова совершу, ибо за человеком, который не знает, кто его кормит, намаз, говорит, недействительным бывает, у которого агиды нету вообще, который не понимает. Вот такое положение у нас приблизительно, когда мы смотрим на себя, насколько нам тяжело, насколько мы нервничаем, как мы эти моменты тяжело переносим. Сахаль ибн Абделла, рахима Аллах, говорил, первый уровень, вот самый начальный уровень, чего вот ребенок, он вообще читать, писать не умеет, потом он поступает в первый класс, и его учат, алфавит учат, дважды два, два плюс два учат. Вот первый уровень упования на Аллаха, это когда человек перед Всевышним Аллахом находится, как умерший человек, покойный человек, перед мойщиком, который его моет. он его туда поворачивает, он его сюда поворачивает, и он вообще не дергается, он не возмущается, почему ты на меня наливаешь воду такой температуры, почему ты меня туда повернул, сюда повернул. Вот если такого уровня у нас нету перед Всевышним Аллахом, и мы говорим от Аллаха, все, я тебя ради Аллаха люблю, нужно ради Аллаха мечеть построить. Вот ради Аллаха же можно сдавать, эти вещи нам не положено говорить, нету у нас, мы Аллаха никогда не видели, нам такие вещи, говорят, вообще не подходят. Как человек, который никогда в жизни в спортзал не заходил, и решил на соревнованиях выступить, вот примерно такое же у нас положение будет. Дай Аллах нам, чтобы мы стали настоящими верующими людьми, надо работой заниматься. Просто так, от того, что мы будем головой прийти ко Всевышнему Аллаху, вот так не бывает, амал нужно давать. Кто обрел знания, у кого много стало знаний, но эти знания ему не дали внутреннего раскрытия, он к Аллаху не приближается, он Аллаха не познает, он не познает свою сущность, он не понял, что риск от Всевышнего Аллаха, то есть его знания ему не дает, понимания не дает, вот эти знания от Аллаха, говорит, будут отдалять. Будет душевный конфликт, в голове будет одна информация, что Аллах единственный риск, Аллах дает и так далее, а в сердце будет другая информация. мы этого не будем, вот сердцем же можно Аллаха познать, и насколько у нас внутреннего раскрытия нет, ульма внутреннего нет, настолько будет расстояние большое между нашей логикой и между нашей душой, и потом авария получается, и мы наоборот от Всевышнего Аллаха потом отдаляемся, отдаляемся, поэтому вот для того, чтобы мы начали уже с сердцем тоже понимать, амал нужно давать, который нам, у нас верды, которые есть, если мы делать будем эти верды утром и вечером, не по дороге где-то в машинах, как положено, сядем, сделаем, рабият верды, 3-4 месяца хватит для того, чтобы вообще о проблемах забыть, чтобы к нам со всех сторон ризык и чтобы приходило. Аллах говорит, ума я тякля, яджаляху махраджа, ва я ризукуху мин хайту ля яхтасиб. Кто будет богобоязненным, а имам разы рахима лагар богобоязненность что означает? Это чтобы человек не переходя рамки, не переходя законы Аллаха уповал на Всевышнего Аллаха. Тому Аллах даст выход из положения, из любого, нереального положения. И ему Аллах будет ризык отправлять оттуда, откуда он даже не ожидал. Вот если мы 3-4 месяца всего лишь будем вовремя делать верды и рабида до восхода солнца утренней, до захода солнца вечерней, в озоре как положено будем делать, все, мы вообще другими людьми станем. 20-30 лет человек, он будет муридом и ни один верды в жизни нормально даже не сделал. Даже смысл не знает этих аскаров, что там вообще тауба там салават для чего это вообще делается и человек не понимает. Не то чтобы этот момент, вот даже вот наркоман, мы же знаем наркоманы это вообще тяжелые люди, это самые слабые люди, люди, которые согласились на то, чтобы сказать «О Аллах, ты мне дал определенный уровень мышления, акул дал, но ты был несправедлив». Мне этого настроения недостаточно, поэтому я вынужден прибегнуть к Иблису, чтобы Иблис накормил меня каким-то большим настроением. Вот такой человек, еще то, что Аллах ему дал халал ризг, он даже тратит это на то, чтобы пойти против законов Всевышнего Аллаха. Вот такой человек, которого уже родители не могут исправить, реабилитационные центры его не могут исправить, насчет таких людей даже говорит, устаз говорит, Ахмад пусть он ко мне придет и практикует то, что я говорю. Если он от этого не отойдет, пусть он от ариката отойдет. Даже такие тяжелые, больные, самые слабые, уже весь тухум, который изменить не смог люди, даже их полностью меняет. Почему? Потому что он уже в сердце начинает чувствовать не слабость от наркотиков, а от Всевышнего Аллаха. Он Аллах опознавать начинает. Всего лишь 3-4 месяца и мы вообще другими людьми станем. Ахмду лилях Рабб лалимин. Барак Аллах Руслан Барак Доволен.